всем привет меня зовут саша saint rider и вы находитесь на канале flow form посвященному созданию музыки на мобильных устройствах сегодня свет вышел очень крутой миди генератор аккордов от разработчика audio modern плагин называется core jam и он есть как под аэс так под windows и mac функционал этого генератора просто поражает количеством новаторских фишек как-то в одном из своих видео я уже обозревал миди генератор рифер от этого же разработчика но это был скорее генератор мелодий секвенции и прочих миди рифов тоже кстати очень крутая штука ссылку на этот обзор вы найдете в описании под этим видео а на этот раз audio modern я считаю превзошли себя и выдали еще более уникальный инструмент для творчества также я сегодня разыграю несколько бесплатных кодов на этот уникальный миди генератор для участия в розыгрыше необходимо обязательно подписаться на мой канал поставить палец вверх к этому видео написать комментарий под видео и быть участником аэс комьюнити музыкантов мусс яблоки ссылку на него вы найдете в описании большое спасибо аудио модерн за предоставленные коды для розыгрыша ну что давайте начнем обзор в качестве источника звука я буду использовать пианино от корк в качестве воспроизведения нот буду использовать корд джем в и м вот как раз это делается при помощи вот этой функции начнем изучение с верхней части кнопка reset сброс всех настроек по умолчанию скорость воспроизведения секвенции они чуть позже так как мы работаем внутри и м то скорость воспроизведения нот будет синхронизирована с той которая указана в самом хосте кнопка undo то есть шаг назад кнопка пэник случае если что-то заглючит карандашик это пресса ты до них мы тоже дойдем и настройки подключения миди сообщений в нижней части мы видим клавиши воспроизведения ну и давайте изучим основные функции в этом окошке мы выбираем тональность по умолчанию стоит до то есть если я выберу например фа то дальнейшая работа плагина будет отталкиваться от тональности фа вот эти кнопочки которые есть возле каждого раздела называется триггер мы к ним чуть позже вернемся лупа открывается вот такое окно сюда мы можем кинуть какой-то аудиофайл и корджем его продетектит показав наиболее вероятные ноты которые используются в этом аудиофайле в этом окне мы выбираем лад по умолчанию стоит минор кнопка r означает рэндом то есть таким образом мы можем рандомно выбирать какие-то аккорды далее функция октавы в этом окне мы выбираем типы аккордов начиная от простых до более сложных допустим вот стандартный минор используется три ноты минор 7 используется 4 ноты минор 9 используется 5 нот и так далее огромный выбор различных аккордов также аккорды можно выбирать рандомно мы теперь давайте посмотрим что означает вот эти кнопочки возле каждого раздела если активирую эту кнопку то при каждом последующем нажатии на клавишу то каждое нажатие на ноту будет рандомно выдавать различные тональности соответственно возле каждой тональности мы видим этот ярлычок мы можем вручную отключать то есть ограничивать количество рандомизаций либо двойным кликом сразу активирует все либо деактивировать все активирует например только до фа и пр и вот мы видим в центральном окошке каждое нажатие может отличаться так как тональность разная то и аккорды будут немножко меняться двойным кликом возвращаем по умолчанию то же самое будет с ладами активирую кнопку триггера можно например активировать только минор пентатоник минор и допустим гармонический минор ну и соответственно точно такая же функция и для типов аккордов уникальная функция честно говоря в других приложениях подобного типа я пока не встречал очень круто теперь перемещаемся чуть ниже блок войсос давайте посмотрим как он работает вот сейчас по умолчанию у меня звучит пять нот в аккорде и вот мы видим эти пять голосов вот эти кнопки подключают отключают эти голоса и для каждой ноты выбор октавы что естественно очень хорошо обогащает звучание аккорда далее мы видим слева вот такую кнопку рандомизации которая сама рандомизирует то есть хаотично выбирает какую-то последовательность выбора октавы для каждого голоса чуть ниже кнопку бесконечной рандомизации то есть активировав ее при каждом нажатии будет меняться позиция голосов для каждой ступени очень классная функция далее мы видим такой ключик он есть у каждого блока то есть если мы будем использовать общую рандомизацию вот обратите внимание сейчас рандомизируются все блоки и к примеру я не хочу чтобы какой-то из этих блоков рандомизировался я нажимаю вот этот ключик и вот мы видим что рандомизации поддается только блок velocity и time и последняя вот эта кнопочка назад это сброс настроек по умолчанию следующий блок velocity вот эти пять ползунков это сила чувствительности нажатия каждой ноты то есть например вот слышно что нижняя нота становится более громкой давайте на октаву вниз спустим таким образом у нас есть возможность каждую отдельную ноту указать на какой силе чувствительности она будет звучать также мы видим кнопку рандомизации и обратите внимание вот этот ползунок сверху вот эти две точки которые указывают диапазон в котором будет производиться рандомизация то есть если например стоит от начала до конца рандомизация будет происходить по всему спектру velocity если мы укажем небольшой диапазон допустим вот только в этой части то и рандомизация будет в этой части и все те же самые параметры бесконечная рандомизация при каждом нажатии блокировка рандомизации и сброс по умолчанию следующий блок time позволяет воспроизводить ноты не единым ударом по ним вот как в данном случае а допустим с какой-то небольшой задержкой также можно указать диапазон рандомизации активируя бесконечную рандомизацию также параметр блокировки и сброса а также вот эта кнопка sing которая позволяет указать задержку для каждого голоса по времени в музыкальных долях это очень удобно можно получить какой-то равномерно распределенный звук что тоже дает колоссальную почву для творчества и это все еще будет попадать в ритм вашего проекта ну а также в этом блоке есть арпеджиатор то есть воспроизведение аккорда последовательно вот рандомное воспроизведение нот ноты снизу вверх и так далее по различным алгоритмам скорость воспроизведения нот также обратить внимание есть кнопка рандомизации для скорости воспроизведения нот параметр свинг и кнопка бесконечной рандомизации для выбора арпеджио далее перемещаемся вниз и активируем секвенсор первым делом обратите внимание вот на эти два ярлычка тут мы можем прописывать секвенцию в режиме human то есть человеческая секвенция и в режиме робот то есть более автоматизированная секвенция давайте посмотрим как это работает первым делом нужно выбрать аккорд зажать точку и указать длину ноты далее выбрать следующий аккорд прописать его и вот таким образом внутри корт джем есть возможность прописывать секвенцию то есть гармоническую последовательность я могу отредактировать рисунок то есть уменьшить длину аккорда подвинуть аккорд добавить еще один аккорд и так далее чтобы отредактировать каждый отдельный аккорд необходимо на него кликнуть выбрать какие-то параметры допустим гармонизация velocity то есть таким образом можно каждый отдельный аккорд теперь настраивать двойным кликом удаляем аккорд и если необходимо все аккорды удалить то это вот эта иконка также выбрав аккорд у нас есть возможность поменять само звучание аккорда удалю всю эту прогрессию и теперь давайте посмотрим как работает режим робота у нас есть несколько способов рандомизировать аккорд в этом режиме первым делом мы видим вот эту часть и мы можем указать какие будут использоваться аккорды для рандомизации ну допустим до радиес и фа нажимая вот эту кнопку рэндом и вот таким образом плагин сгенерировал нам какую-то последовательность причем со своим каким-то рисунком давайте послушаем далее для последующей рандомизации мне необходимо активировать вот эту кнопку рэндом и нажимать собственно рандомизацию и вот обратить внимание каждый раз генерируются различные аккорды кстати говоря в этом же режиме есть еще вот эта кнопочка которая позволяет указать какую-то последовательность из выбранных готовых заводских пресетов давайте послушаем как они звучат рандомизируем можно менять местами ноты зажав и перетянув можно дублировать ноту двойным кликом удалить и добавить и вот мы видим что добавилась нота соль а также способ номер два из готовых ритмических пресетов можно выбрать вот мы видим примеру режим поп то есть вот такая последовательность рисунок ну а если мы хотим рандомизировать эту последовательность то нам необходимо выбрать пресет который называется рэндом и теперь при каждом нажатии будет рандомизирован сам рисунок аккорда также появился блок количество рандомизируемых аккордов то есть можно выбрать например не 4 аккорда за такт а к примеру 5 с левой части мы видим количество шагов для рандомизации можно поставить 64 шага и выбор тактовой сетки то есть рандомизация ну либо вообще работа этого секвенсора будет происходить в определенной ритмической сетки поставим допустим 1 4 и вот рандомизация видно происходит только на одну четвертую вернем настройки по умолчанию справа мы видим кнопку бесконечного воспроизведения различных аккордов активирую вот эту кнопку бесконечности а вот эта кнопочка единичка означает что каждый такт будет рандомизирована то есть генерирована новая прогрессия и еще обратить внимание сверху есть такая фиолетовая линия мы можем сдвигать ноты относительно начала старта воспроизведения а также указывать область в которой будет воспроизводиться прогрессия то есть например только здесь очень классная функция я частенько пользуюсь и в других приложениях то есть можно зациклить какую-то определенную часть и таким образом найти что-то новое и интересное справа мы видим ярлычок выбора педов то есть мы можем например допустим нашли аккорд забили его выбрали другой аккорд возможно еще что-то поискали какие-то поменяли параметры также если например я выберу арпеджио справа видим кнопки clear для того чтобы удалить ненужные аккорды кнопка clear all удаляет сразу все и кнопка сейв вот как раз мы добрались до функции сохранения здесь мы видим три варианта сохранения сохранение педов то есть тех педов в которых мы сейчас работаем то есть если я сбрасываю настройки захожу вот в этот карандашик также сохранение можно произвести отдельно для секвенции а также сохранение всей сессии то есть всех настроек внутри плагина какой-то проект я уже сохранял давайте послушаем ну и напоследок давайте активируем секвенсор внизу мы видим presets открывается такое поле то есть мы можем создать допустим какую-то последовательность сохранить пресет далее создать допустим какую-то другую последовательность сохранить второй пресет и вот таким образом можно переключаться между двумя сохраненными последовательностями и соответственно оба этих пресета мы можем найти вот в этом карандашики вот эти две секвенции можно их отсюда удалить вот этими ярлычками а также вот эта кнопочка означает что мы можем сохранить какую-то конкретную секвенцию понравилось сохранили использовали этот миди файл уже в любом другом приложении вот такой мощный сегодня мы разобрали миди генератор большое спасибо аудио модерн за такой чудесный плагин однозначно можно сказать что это еще один шаг в развитии технологии создания музыки на аэс думаю что такой инструмент должен быть в руках как новичка так и профессионала если вам понравилось это видео не забудьте поддержать мой канал обязательно поставьте палец вверх напишите комментарий подпишитесь на мой канал ну а также для тех кто хочет поддержать мой канал материально ссылку на донат вы найдете в описании под этим видео всем спасибо за внимание это канал flow форм с вами был саша сайт райдер до новых видео